Всем привет, ребят! На моем аккаунте уже давно есть админка шестого уровня. Это, если что, заместитель главного администратора. А до команды создания объектов, то есть маппинга, я добрался только сейчас. Представьте, сколько же всего можно с ней сделать. Закрыть дороги, например, работягам, поставить себе дом, например, в центре центрального рынка, да вообще что угодно. На сервере есть всего три города. Это Лос-Антос, Сан-Фьера и Лас-Вентурас. Но сегодня я решил построить огромный остров, и такой будет только на моем сервере Сидона, на котором вы и я сможем жить вместе. Ну а первым делом нам нужно найти местечко, где он будет, в принципе, и находиться. В ЛС и так слишком много маппинга, не хочется создавать, знаете, дополнительную нагрузку на сервер, поэтому нужно смотреть где-то в этой местности. А, вот давайте здесь он и будет, напротив фермы новичков. Думаю, все знают, где это место находится. Как говорится, все через это проходили. Чтобы построить какой-то объект, нам нужен его ID. Найти список всех объектов Сампа и их номера можно на этом сайте. А мой промокод и как начать со мной играть, можно найти по первой ссылке в описании. Заходите с телефона или с компьютера на мой сервер Сидона. При регистрации указывайте от друзей, вводите сюда никлмайк гуант. А на пятом уровне вводите промокод хэштеглмайк. И за все эти действия бонусом можно получить почти 2 миллиона. Ох, сколько же я сейчас потрачу времени словами не передать. Тут тысячи различных объектов. И выбрать, который больше всего подойдет, очень сложно. Решил немного схитрить. Тут в команде слэш мап еще есть строчка. Выбрать объект курсора. Тп хнулся в поламинах хиллз. Тут верхние домики на таких типа островках. Заодно узнал еще и одишники домов у причала. Это 3639 и 3640. Первый объект, начало положено. Как же тяжело было строить, не имея никаких читов. Постоянно на этом джетпаке. То вверх, то вниз. А еще, чтобы двигать камеру и одновременно объект, нужно зажимать пробел. Поначалу остров у меня получался каким-то маленьким. Как будто я строю себе дом. Но я ведь же хочу, чтобы влезло туда очень много людей. Поэтому нашел вот такие вот объекты. Такой размерчик мне подходит. Неровности и пустые текстурки на углах острова закрываю вот такими булыжниками. За основу особняка взял, конечно же, Мэтт Дога. Ну а что же еще? Провел дорогу между островом и фермой, чтобы уже те, кто проезжал мимо, могли заезжать к нам в гости. В небе летит какой-то чел на кукурузнике и посадил его прямо на мосту. Привет, как тебе мой остров? Прикольно! В конце, как построю его, попробую собрать здесь как можно больше игроков и устроить мероприятие на донат Азе Коинсы. Закрыл мост вот таким вот ограждением. Прям как в одиночной игре дороги в ЛВ и СФ, когда там на первых миссиях. Поставил еще воздушные шарики, а то в небе было как-то пустовато. Задний вид уже смотрится куда круче. Остров еще не достроен. Хочу сейчас проверить, смогу ли поставить туда трейлеры. Либо мне просто заставить там все обычными домами. Из трех типов трейлеров взял самый большой за 3,9 кк. Что, наверное, было зря. Сейчас узнаете. Как только я подъезжал к мосту, трейлер сразу швыряло куда-то в сторону. Попробовал то же самое, но трейлер уже тпхал сразу на территорию острова. Теперь он вообще даже не цепляется к машине. Пробовал так еще несколько-несколько раз и результат один и тот же. Скорее всего это из-за того, что текстуры построенные, а не какие-то там серверные, как и должно быть. Финальные штрихи расставляю травку, чтобы было не так пусто и готово. Расставил еще свои тачки у каждого дома, чтобы каждый мог покататься. И идеально, прям выглядит как какой-то мини-городок мажора. Так, что тут есть? Это 10 маленьких домиков и 1 особняк. Также колесо обозрения и огромнейший ЖК на 100 квартир. Хотел еще поставить 165-й бар, но он был очень громоздкий, из-за чего мне пришлось его просто удалить. Пишу в вип-чат вот такой вот текст. Напротив фермы новичков был построен новый остров. Ха-ха-ха, сразу видна реакция вип-чата. А вот и первый житель. Круто! Спасибо, больше двух часов потратил на его строительство. Уже через минуту тут началась какая-то суета. Вертолеты взрываются, приехали копы. Мероприятие с телепортом сюда решил уже не открывать. А то тут вообще была бы жесть. Выдаю всем в радиусе одинаковые скины, чтобы я потом мог их опознать, кто приехал по новой, либо кто перезашел в игру. Также выдал всем по 100 патронов эмки и неожиданно для всех запустил эмпэ. Последний, кто останется в живых, получит 500 АЗ коинов. Сразу же все начали разбегаться и стрелять в друг друга. Вы посмотрите, что творится на мини-карте. Никаких правил я заранее не прописывал. Так что можно было использовать и анимки, и маски. Короче, все, кроме перезахода, конечно же, в игру. Видно, что людей осталось уже мало. Решаю немного облегчить задачу и стреляю в первых попавшихся игроков. Попробовал сам найти людей и нашлись два гения. Они залезли в места, где нет текстуры и за всеми сидели и наблюдали. Выдаю 500 АЗ двум игрокам. Ангелу карте и Сен Дессун. Вот как выглядит остров со стороны. Ну согласитесь, масштабно. Сюда, правда, не хватает реальных меток домов. И за два часа постройки в одного я думаю это реально круто. Захожу в игру через три часа и даже спустя такое время кто-то сюда приезжает, катается. Несколько раз даже удалось забайтить этой меткой игроков. Подбегали и пытались зайти внутрь. И что за остров это? Мой. Сори, вопросов нету. Есть у меня идея снять похожий формат, но с паркуром. И главный приз сделать намного масштабнее. Например, там 10 тысяч АЗ. И все зависит только от вас. Ну а чтобы увидеть этот остров своими глазами и так сказать, как говорится, пощупать. Скачивайте эту игру на свои телефоны или компьютеры. Выбирайте сервер Седуана и приезжайте вот в это место. Всех жду.